Привет, ребят! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Антон. Знаете, иногда хочется просто сесть расслабленно, поговорить о том, что происходит, о жизни, знаете, поразмышлять. И главное, сейчас поделюсь своими покупочками. Я был в Норвегии, наверное, месяц или полтора назад в Осло. Я накупил что-то там. И в последнее время я ходил по Милану, покупал то, сё, по мелочам. Ничего такого, знаете, что требует отдельного видео или отдельного обзора или ещё что-нибудь такого. Я огромный фанат масок. Вообще, если честно, мое первое самое видео на моём канале, самое первое видео с макияжем, это у меня был обзор моих масок, которые я... с которыми я вышел и начал свой канал. Я никогда не пробовал контуринг. У меня сейчас совершенно нет контуринга. Что у меня сейчас есть? У меня есть тени, тушь, брови сделанные и помада. Люблю я красные тени на себе, потому что они очень подчёркивают глубизну моих глаз. И это факт. Всем голубоглазам нужно красные тени, потому что ох, как же вы будете как звезда. Я люблю кремовый контуринг. У меня моя палетка кремового контуринга от NYX осталась в стол. Сегодня видос будет часовой, честно. Остался у меня контуринг мой от NYX в Эстонии. Это такая я покупал в Бангкоке две палетки, тёмную и посветлее. Там сверху светлые, тона кремовые, да, и снизу тёмный, чем я контурировал. Я никогда не пробовал контуринг в стике. Никогда. И сейчас появился у Kiko контуринг у них в двух тонах. Это в тоне 201. Кому интересно, знаю, сейчас в России есть Kiko, поэтому есть смысл делиться с вами, потому что люди могут купить. Это Creamy Stick Contour. Называется так. Сculpting Touch. Кому интересно, да. И я пришёл в Kiko, и я посмотрел, и мне очень понравился именно в этом 201, потому что в тоне 200 он оранжевый, он реально жёлтый. то есть у них есть тёплый и холодный. Решил я сделать прогон перед вами, и вот так выглядит. Он очень-очень тёмный, ребят, очень тёмный на вид, но здесь, кстати, к слову, здесь целых 10 грамм. 10 грамм для стика это просто очень много. Давайте сейчас я попробую сделать кремовый контуринг. я, если честно, я очень люблю в стиках, и я не знаю, когда я пробовал их в последний раз, но очень хотелось попробовать сейчас мой совершенно загаженный от Real Technique. Вы знаете, чем я люблю магазины от Kiko? Тем, что, когда приходишь, там освещение, как в магазинах Сваровский. Очень-очень специфическое и яркое, и любые-любые тени, всё просто в магазине, если вы делаете свочи, выглядит божественно. Но как только вы приходите домой, у вас начинается разочарование от Kiko. Поэтому Kiko надо делать свочи, выходить на улицу, смотреть, как он выглядит там. Если честно, мне нравится. Я решил в последнее время, я решил вообще, в принципе, не пользоваться пудрами, потому что с пудрой у меня всё выглядит, как жуткая маска. Вот честно. У меня всё выглядит, как абсолютно жутчайшая маска. Вот так вот выглядит с контурингом. Знаете, я, наверное, немножко добавлю ещё на скулы или не стоит. Знаете, может быть, даже не стоит. Вообще, у меня проблема с бронзером, потому что мне очень сложно, я очень светлый человек, мне очень сложно найти бронзер для светлого, для светлой кожи. У меня очень белая кожа, сейчас добавлю только хайлайтера и всё. Вот такой контуринг. Вы знаете, мне очень нравится на самом деле. Вау. Анастасия, это, кстати, подарок от подписчика. Сегодня иду по Милану с Сашей Тартоделом. Мы встречались, кстати, сегодня на 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 влоговом канале выйдет видос, где мы рассуждали на тему экстрасенсов, потому что он человек, который... Вы знаете, есть люди такие, которые вот говорят без своего таролога или без своего астролога я не делаю ни шаг. Вот такой вот Тартодел. Он очень в это всё не то, что верит, он с этим вот живёт каждодневно. И сегодня так интересно поговорили с ним на эту тему. На камеру поговорили, поэтому заходите на влоговый канал, подпишитесь, кто ещё не подписан. Неплохо, кстати, совсем неплохо. И говорили с ним на эту тему. Вообще интересный он человек в этом плане. И насколько я открыт ко всему потустороннему, необъяснимому и интересному, то он вообще этим просто живёт. У него своя философия, и у него есть что сказать, и вообще было очень интересно с ним сегодня поговорить. Я вот включил камеру опять, пытаясь я так ловить моменты, не готовясь к съёмке. Включил, мы прямо шли по Милану и говорили на эту тему. И было реально очень интересно. Вот, шли мимо Сифоры. Сегодня Анастасия Беверли-Хиллс наконец-то, не прошло из 100 лет, приходит в Италию. Сегодня была презентация, огромная была вечеринка, наливали всем шампанское в главной Сифоре, которая находится недалеко от площади дома. Боже мой, Сифора loves Анастасия Беверли-Хиллс. И уже пора бы, если честно, потому что везде в мире Анастасия представлена, здесь её нет, и, камон, это Милан, уже, ну, пора бы, да. Вот, я очень этому рад, поэтому посмотрю, схожу на днях, что там от Анастасии новенького, видел эту, знаете, нейтральную палетку, которая совершенно ни о чём. Но сколько можно делать нейтральных палеток, делайте что-то инновационное, сколько может быть нейтральных палеток. У всех есть нейтральные палетки на данный момент. Знаете, у меня никогда не будет отдельной рубрики пустые баночки, потому что я такой человек, который я не умею пользоваться вот одними баночками. Вот, если тебе вот там пять продуктов, и ты имели и гвозду пользуешься, пока они не заканчиваются. У меня такого нет, поэтому у меня открыто 150 банок, и время от времени что-то заканчивается. Наконец-то у меня закончилась полностью под до донышка Glam Glow Glow Starter. Знаете, ребят, говорят, надо увлажнять, перед макияжем нужно кожу увлажнять, потом пользоваться праймером. Именно вот этим тоном я увлажнял в томе Nude Glow, вот такой. Это очень хороший, нежный-нежный, увлажняющий крем совершенно с легким-легким тоном. Пахнет просто божественно, как все от Glam Glow. Я обожаю Glam Glow за это. И вот сегодня у меня закончилась банка, нужно будет еще купить одну. 45 евро за банку, вроде бы, или 39. Сейчас я точно, хотя знаю Glam Glow, скорее всего, 49. Вот. И нужно будет купить еще одну. И вы знаете, я купил эту банку, а макияж я ношу практически через день, если не каждый день, для съемок на своем канале. И у меня закончилась она сейчас, вот буквально сегодня. А покупал я ее, наверное, еще в Осло, не наверное, а в Осло, наверное, в июне или в июле. год, год, вот год. Под макияж, идеально под макияж, увлажняет, дает легкий оттенок, идеально под тоналку. Обожаю Glam Glow, Glow Starter, обязательно куплю еще. Типу, друсь я всегда обычно Kat Von D, вот этот вот, ее контуринг, палетка. Ну вот такой вот Kiko, 9 евро, я считаю, ну, десятка, 9 с чем-то, как обычно, да. Восхитительная вещь, и 10 грамм. Вау, холодный, хорошая тень, холодный под тон, есть теплый, есть холодный, как-то так. У меня сейчас, вы знаете, я немножко начинаю сходить с ума. Я такого плана человек, что, например, ты встречаешься с кем-нибудь, ох, сегодня будет долгое видео, ты встречаешься с кем-нибудь, кто тебе очень сильно нравится, как друг, как любовник, как соратник, как что бы то ни стало, я такой человек, что мне нужно что-то материальное, я хордер, во-первых, а с чем с того, что я хордер? Хордер это человек-накопитель, да, это коробочка, да, он скапливает все, все, потому что хордер, это не просто мне нужно иметь эту вещь, а потому что вот эта вещь для меня имеет эмоциональную нагрузку. каждая пробка, каждая резинка, каждый листочек накладывается вот таким вот багажом эмоциональных привязанностей, понимаете, поэтому хордер и есть хордер, потому что это не просто вещи, а вещи, которые имеют для человека, кто собирает их эмоциональный нагруз, то поэтому, знаете, если у друга или у подруги, я всегда украду, я говорю, как есть, украду там трусы, носки, что-нибудь, носовой платок, что-нибудь, что-то очень личное, потому что мне этот человек дорог, и мне нужно иметь что-то очень-очень личное от этого человека к себе, и я никогда это не ношу, я это складываю вот так, знаете, вот я настолько crazy, да, я складываю эту штучку вот у себя, эти трусики или эти носочки, или эти колготочки, вот неважно что, потому что для меня это от того человека, который мне очень нравится, которого я люблю, или который мне очень дорог, или который просто хороший друг, понимаете, вот в таком плане, да, окей, я настолько crazy, говорим, как есть, да, был я в последний раз в Осло, захожу я в антикварный магазин, люблю антикварный магазин, и для меня старые вещи, для меня не просто старые вещи, которые, они цены тем, что их не производят, они уникальны, они остались на этой планете в нескольких экземплярах, нет, для меня они опять имеют же ту нагрузку, например, если это старые игрушки, старые старинные куклы, этими куклами играли девочки, которые уже, возможно, сейчас умерли, для меня, окей, я немножко такой вот twisted dark person, да, был я в Осло, зашел в антикварный магазин, смотрю, стоит классическая норвежская тема, маленькие фарфоровые фигурки, как в Германии, так во всей Скандинавии, Австрии, везде всегда делали вот такие вот старинные игру, такие фигурки, как и в Советском Союзе, такие же были, правда, и была вот такая тема, очень-очень норвежская, заплатил я за это 30 крон, 30 крон, это порядка 3 евро, наверное, вот такой вот мальчик на лыжах, вот так он упал, он катился и упал, фарфоровая, я не знаю, насколько это старинно, она, скорее всего, не старинная, я думаю, это может быть 60-е, 70-е годы, понимаете, то есть что-то такое не очень старинное, не очень ценное, но типичное норвежское, потому что это лыжи, была пара, это парная, девочка маленькая на лыжах и маленький мальчик на лыжах, я взял маленького мальчика, потому что мне нужно было что-то очень-очень норвежское взять себе, но чтобы вернуться обратно, вот так у меня работают мысли, чтобы вернуться обратно в Норвегию, я не купил маленькую девочку на лыжах, и теперь эта фигурка будет тянуть меня к той фигурке, понимаете, вот так я размышляю, когда я покупаю какие-то вещи, и для меня это очень дорого, честно, вот, поэтому будем надеяться, что вернусь, ну, как надеяться вернусь, да, захочу вернусь, да, мне сейчас нужно просто на данный момент, я думаю, мне нужно держаться немножко от Норвегии, чуть подальше, понимаете, мне надо подышать немножко. Шел я в Биолетти, я обожаю Биолетти, это, Биолетти, это классические вот эти вот кофейни, кофеварки, как они варят эспрессо, которое вот из двух частей чайничек, я не знаю, как система варит их, я не знаю, почему, потому что я не люблю кофе от Биолетти, потому что для меня оно очень-очень крепкое, но зашел я, я обожаю фламинго, и это набор для апельсива, что такое набор для апельсива, вот так они, вот так они выглядят, такой вот, такие фламинго, вы только посмотрите, какой кайф, я просто не мог пройти, стоит, наверное, тако стоило на евро 25, а я купил за 6, потому что было 70% скидка, и что такое набор для апельсива, это когда вот вы приходите в ресторан, или вы вызовете гостей в Италию, всегда лежат оливки, сыр, колбаска, что-то такое, маленькие кусочки, как тапас, и это маленькие шпажки, такие вот, которыми вы берете, и накалываете те же оливки, и чтобы не лазить пальцами, и здесь вот и такой вот набор для апельсива, когда они просто вот в такую вот деревянную штуку воткнутые, я подумал, я возьму, конечно, не для кого апельсива, я обожаю фламинго, в принципе, поставлю на рабочий стол, и для меня это будет душу греть, но люблю я такие маленькие вещи, все, не знаете, у меня сегодня нет такого вот стандартного набора, что я купил, сегодня холл по одежде, сегодня холл по косметике, сегодня у меня все, зашел я к тортоделу, когда я у него принимал душ, когда перед поездкой в Осло, я ночевал у него, я решил принять душ с утра, с утра, и смотрю, у него антипреспирант дав, и вы понимаете, вот такой антипреспирант, который в такой вот, в таком спрее, вы себе просто представить не можете, с запахом груши, боже мой, я никогда в жизни не пробовал лучше дезодоранта, это антипреспирант на 24 часа, ну, конечно, 24 часа никто не носит их, но, тем не менее, запах идеальный, идеальный форм-фактор, у меня никогда не было в таком вот жидком, в жидкой форме, у меня никогда не было антипреспиранты, и запах груши просто восхитительный, я приехал в Осло, с друзьями, ну, обнимаетесь как-то, ну, надо же встретиться, как ты вкусно пахнешь, у меня никогда после Тома Форда мне не говорили, такой комплимент, как после грушевого дезодоранта отдав, я был в шоке, восхитительная вещь, я не видел нигде, так, в такой вот форм-факторе, как в Норвегии, в Италии, но если у вас такое есть, хотя бы попробуйте, он стоит 3,90, 4 евро, не знаю, попробуйте, гениальная вещь, был я в Икеа, вы только посмотрите, какая красота, это на самом деле, вот такие, вы знаете, крючочки на стену, я сейчас покажу, но я их взял не для крючочков на стену, то есть, вот сюда вот такие вот гвоздики вставляются, и вот так вот висит он к стене, прибивается вот так, и на этот стульчик вешается полотенце, это крючки от Икеа, вы знаете, я обожаю, когда Икеа становится креативной, да, вы посмотрите, какие шикарные кукольные эти стульчики, 3 разных стульчика от Икеа, о, вы только посмотрите, какое чудо, я их просто поставлю на стол, для меня, знаете, я обожаю такое все кукольное, я обожаю, это 3 разных стульчика, которые можно использовать как крючочки, но для меня это, ну какие-то крючочки, это стульчики для куколок, обожаю, знаете, приходишь в Икеа, и 3 евро, и вот такое чудо, вот только посмотрите, какой кайф, и хожу я в Сифору, у меня уже, я резко набрал до черной Сифоры, после черной, на каком-то моменте, становится не то платиновая, не то какая-то VIP карта, когда у меня с черной, не то 10, не то 5 процентов, на все, что я покупаю в Сифоре, и со следующей карточкой, я не знаю, что там дается, там какие-то VIP, эти, быстро догоню, я пробовал такие вот маски, для, помните, я разыгрывал коробки от Сифоры, за 29 евро, там лежали вот такие маски, знаете, мне так понравились эти маски, это у нас, Manuka Honey тканевые маски, восхитительные маски, я еще взял парочку, вы знаете, для тканевой маски, по 4 с чем-то евро, мне кажется, они по 4,90, или по 5 евро за тканевую маску, я считаю, это дорого, но мне маски понравились, и почему нет, вы знаете, я очень полюбил маску, от Dr. Jard, Dr. Jard, это корейский бренд, и я пользуюсь, я в большом восторге, от их sleeping pack, от их ночной маски, которую вы пользуетесь перед сном, и вы спите с ней, на следующий день просто кожа великолепная, пришел я в Сифору, ребят, 20, во-первых, мне дали 20% скидку на все с моей карты, у меня был special sale, или как insider sale, я не знаю, короче, sale для клиента, скажем так, и у меня было 20% на все, я набрал до хрена, взял я две упаковки вот такого вот Dr. Jard, и здесь у нас белая маска, розовая маска, и зеленая маска, белая у нас успокаивающая, розовая у нас увлажняющая, и зеленая у нас освежающая, мне очень понравилась их маска, и стоило вообще всего ничего, 3 маски по 50 грамм, 25 евро вроде бы, и я немножко, конечно, обалдел, потому что это очень дешево, а 50 миллилитров в тюбике, то есть его хватит, я не знаю, на год, я хочу посмотреть розовую маску, и это у нас реально глина, как же хорошо пахнет глиняная маска, я люблю глиняные маски, у меня жирная кожа, для меня глиняная маска, это всегда спасение, потому что для жирной кожи, глиняные маски, это вообще просто великолепная вещь, я попробую, сделаны они в Корее, я люблю корейские маски, я сейчас просто повернул на масках, в принципе, и кто мне там, я показал у себя в сторис, на ютубе, в комьюнити, маски мне пишет, старый пердун, пропивоха, никакие маски тебе не поможут, а я думаю, поможут, не поможут, помогут, но без разницы, потому что я считаю, выгляжу я замечательно, все благодаря постоянным маскам, знаете, мне говорят, маски это ерунда, маски это чушь собачья, вы знаете, маски не чушь собачья, если вы постоянно пользуетесь каждый день, новую маску, это всегда питает, это всегда увлажняет, это всегда восстанавливает кожу, маска это никогда не плохо, да, это не сравнится, возможно, с кремом, но это уж точно неплохо, также мне хвалили, я уже один раз попользовался, и вы знаете, я не могу найти картонную коробку от Bosquia, я не знаю, что это, это американская маска, сделана она в Америке, ребят, 80 грамм, 39 евро, кажется, такая цена, черная маска, наносишь ее, и потом снимаешь вот такой пленкой, действительно хорошая маска, действительно хорошая маска, но за 80 грамм, знаете, маски сейчас настолько, вот это новое веяние, новая вот эта вот, такая волна масок, сейчас маски настолько в моде, что маски сейчас по бешеным ценам, вот честно, маски по цене кремов начинаются, так, потому что 39, это уже будет тебе среднего сегмента крем, то есть это уже не низшего вот уровня, не бюджетный, скажем так, хорошая маска, я не знаю, насколько она 39 евро стоит ли, но я, ее хватит тоже надолго, я доволен, и купил я почти за 40 евро, вот такую маску, во-первых, кстати, знаете, за что я люблю Сифору, что тебе всегда дают классные пробники, мне дали в этот раз маска, гель, и еще одна маска от Сисли, кто знает Сисли, это у нас праймеры по 170 евро, это крема у нас по 300, то есть вот такой мне дали попробовать от Сисли, сделанного во Франции, конечно, я с удовольствием попробую, потому что Сисли дорогой бренд, и который я не хочу, если это я могу взять, поверив на слово, то Сисли 100% надо пробовать, и дали мне вот Сисли попробовать две маски, и какой-то и фэйшил гель, и умывалку по 5 миллилитров, я считаю, для Сисли это замечательно, потому что бренд нереально, очень дорогой, очень-очень дорогой, поэтому я очень рад таким пробникам, которые действительно клевые, и не знаю, сколько они клевые, но я знаю точно, они очень дорогие, поэтому огромное спасибо за то, что дали. Дали мне сказал, какую мне маску еще выбрать, от фармаси Honey Potion, Honey Potion это у нас медовая маска, и когда я опубликовал ее на своем YouTube, на своем YouTube канале, в комьюнити, мне сказали, боже мой, как в Америке ее хвалят, боже мой, какая-то девчонка полезла, узнала из чего состоит маска, и сказала, вау, просто изумительная состав, маска стоит практически 40 евро, но вы сейчас увидите, как выглядит эта маска, значит, медовая маска, знаю, вот так открывает, знаете, я думаю, 30 евро из 39 ушло на упаковку, здесь вот все описано, здесь просто, здесь все описано про этот бренд, что за бренд, восхитительная, конечно, упаковка, просто сделана в Америке, я уже сказал, не знаю, нет, но сейчас вы увидите саму баночку, все из стекла, все шикарно, все выглядит просто восхитительно, да, и здесь, здесь, стальная лопатка, чтобы набирать продукт, и магнитная крышечка, чтобы с нее не свалилась эта лопатка, здесь у нас сколько, здесь у нас 50 грамм продукта, и почти 40 евро, очень все красиво сделано, вот так выглядит сам продукт в банке, вы знаете, его, конечно, хватит надолго, это 100%, поэтому я не парюсь никогда за то, потому что, о, 50 грамм, насколько дорогой продукт, я знаю, что 50 грамм маски, учитывая, что у меня масок, наверное, на данный момент масок 30, я не шучу, не менее того, у меня практически весь набор Glam Glow, который я покупаю, постоянно, как только один Glam Glow заканчивается, я покупаю следующий Glam Glow, они по 49, наверное, за штуку тоже, понимаете, поэтому, когда у тебя целая куча масок, они, их хватает, вот это закончится у меня через год, если не через полтора, но, вот люблю я маски, интересные маски, такие красивые маски, маски, которые очень хвалят, я люблю, поэтому вот решил попробовать, почему нет, отпишусь, скажу, как мне этот, зашел, баночка с маской, вот до сих пор, я пользовался, так как у меня, тот бизнес, которым я работаю, кто знает, я пиарщик, у меня всегда, через Google календарь, да, все через календарь Google, все через него у меня проходит, все всегда в электронном виде, как только я начал вести канал на YouTube, я понял, что я не могу держать контроль, потому что очень все креативно, то есть нет такого, что вот там встреча во столько, там это во столько, это все синхронизируется, у тебя получается все замечательно, нет, так у меня не выходит, мне оказалось очень нужен бумажный еженедельник, сколько лет я не пользовался бумажным еженедельником, я не помню, но я не знаю, кто из вас пользуется еженедельниками, мама у меня огромный фанат Малескин, я не знаю, кто из вас пользуется, пользуется Малескин или нет, но купил я в таком вот Baby Blue Малескин, и буду пользоваться уже через неделю, я могу начать пользоваться, я обожаю Малескин тоже, люблю Малескин, потому что Малескин пользовался Хемингуэй, пользовался кто там, Пикассо, все они пользовались Малескин, это самый древний еженедельник, который был на планете, и вот обожаю их концепт, обожаю их качество, вот купил себе вот такой Baby Blue Малескин, а вот у нас даже получается календарь целый, ну ладно, календарь мне не нужен, вот, и стоит такой, кстати, Малескин стоит, наверное 29 евро, или 19 евро, не помню, сколько он стоит, классический он, вот такой, такого формата, здесь неделя, здесь записи, да, мне очень понравился такой Baby Blue, класс, класс, и знаете, пошел, мне важно, когда покупаешь, вот, ну, еженедельник важна, хорошая ручка, купил себе Faber Castell, кто-нибудь помнит эти швейцарские ручки, ребят, от Faber Castell, ох, класс, сегодня пошел, 50% скидка была на Faber Castell, и я купил вот такую классную ручку, наверное, отдал за нее, не то 15 евро, не то что-то такое, что-то в этом, 50% скидка, классная ручка, большую царю, я люблю, последний, был я в Осло в этот раз, прихожу я в Volt, это сеть магазинов, которая, есть Carlings, есть Volt, Carlings, это, там продается только джинсы, но джинсы, куртки, все такое, более такое, бюджетное, скажем, и Volt более фэнси, и смотрю, шикарная кожная куртка, я обожаю Deadwood, ребят, обожаю я Deadwood, обожаю этот датский бренд, или шведский, и SE, шведский, смотрю, из бычьей кожи, шикарная куртка, я, знаете, я огромный фанат, косух, я просто гигантский фанат косух, и она просто мне идеальна по, по размеру, просто восхитительная куртка, и я чем люблю Deadwood, потому что, то есть, они совершенно не пользуются кожей, которую поставляют, то есть, берутся из старой мебели, из переработанных курток, то есть, это все только из ресайклит кожи, и это замечательно, потому что мне не нравится, я понимаю, 2018 год, и кожная куртка, может быть, это не совсем правильно носить, но это переработанная, и можно сказать, что make sense to me, да, наверное, 600 евро, что ли, и за полцены я ее купил, я обалдел, потому что выглядело просто шикарно, рок-н-ролльно, я обожаю кожаные куртки, они мне всегда очень-очень идут, это мой стиль, у меня кожаных курток, штук 50, вот клянусь, но такая куртка, просто немного потенила, ну и, конечно, у меня сейчас пришло очередное, очередные посылки, я подписался на целую кучу сервисов, сервисов из Японии, которые присылают секретные посылки, то есть ты не знаешь, что в посылке, но ты знаешь, какая тема, я подписался на рассылку лапши, раз в месяц у меня приходит коробка лапши из Японии, это, считай, они берут самое новое, самое лучшее, то есть премиальную лапшу, растворимую лапшу, и присылают, я буду это все разворачивать в ASMR формате, мне кажется, в ASMR формате распечатать коробку лапши, это будут просто идеальные триггеры, и будем пробовать раз в месяц, будем делать мукбанг с японской лапшой, и пришла мне еще одна коробка от от Доки Доки, это у нас, это то, что я распаковывал в прошлом ASMR формате, это целая коробка, как сказать, сюрпризов, игрушечек, и здесь у нас Sparkling Summer, тема, блестящее лето, мне очень интересно, это июньская коробка, я тоже буду распаковывать в ASMR формате, обожаю, знаете, такого плана вещи, они мне дают, вот сейчас, они люблю, они дают мне позитивный настрой, они дают мне позитивные, такие вот счастливые, не знаю, улыбка на лице, люблю сюрпризы, люблю сюрпризы, люблю секреты, вот, вот такие у меня были покупки в этот раз, обожаю сам смотреть видео с покупками, обожаю, вы знаете, еще люблю тогда такие покупки, которые разнообразные, и люблю люксовые покупки, не люблю абсолютно, но не моя эта тема люблю что-нибудь такой вот интересный с косметики интересные задержки интересно туда отсюда знаете люблю такие вот уютные видео вот это вот у меня не редко они очень редко у меня на канале поэтому думаю почему нет последнее время у меня хорошего принципе настроение вы знаете стараешься позитивно думать стараешься позитивно смотреть на все вот эти вот ситуации на все стараешься смотреть позитивно и знаете это все состояние вот как вот в голове если думаешь у тебя все плохо у тебя все плохо если думаешь у тебя все хорошо у тебя будет все замечательно будет все хорошо и вот я сейчас пытаюсь думать позитивно пробовал вот такие вот маски вообще продукты от сисли потому что очень много позитива слышал на ю тубе об этих масках об этих не масках об об уходе от сисли о косметике от если декоративки слышу дурная цена но шикарный шикарные продукты и мне вот очень интересно узнать кто ведь пользуется из вас вот такими вот продуктами и пользовался ли и как эти вообще продукты от сисли вообще я знаю что работает но вот насколько они стоят своих денег потому что немногие сказали что лапрери стоит своих денег очень дорого как очень дорого опять же там не за 200 300 евро и все равно это хватает надолго а если ты еще и работает цены на это вообще можно нету да понимаете поэтому если действительно стоит своих денег вот это мне очень интересно потому что я сейчас смотрю пытаюсь смотреть на косметику такую знаете вот чуть повыше уровня потому что мне нужно не просто косметика для галочки я пользуюсь уходом для кожи а не интересно именно косметика который действительно работает то что мальчики не молодой и нужно за эту красоту это как-то ухаживать спасибо огромное ребят что смотрите посмотрите на блоговом канале я стартоделом рассуждаю насчет даже не я рассуждаю а у него вот эта тема его что у него есть очень хорошая даже не гадалка а ясновидящая он очень много рассказывает насчет нее и мне интересно вот это вот тема насколько когда он не сказал слушай давай ты позвонишь давай ты позвонишь давайте спроси спроси у нее я тянул 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 теперь она может принимать только в сентябре она понимает через skype платишь столько сколько ты считаешь нужным понимаете она так и так и так работает и он говорил вот давай 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 я тянул 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 и вот сейчас она может только обратно в сентябре я не знаю насколько я готов услышать вообще не то что услышать а вот она говорит в какой стране лучше жить где она тебя видит на что ты должен ориентироваться о чем ты должен подумать о чем ты должен озаботиться понимаете и вот мне самому сейчас стало очень интересно стоит ли у него очень хорошие доводы потому что по по его вот словам человек она великолепна и все что она говорит она говорила ему и марш изолин и вот всем друзьям и что знает то что не знает вообще никто и вот не это немножко так а может быть на посмотрим я вот подумаю сейчас мне до сентября время есть еще я посмотрю насколько это будет то что мне нужно конечно хочется знаете больше движи в жизни сейчас моей хочется больше экшена потому что сейчас много работы его честно чем сегодня же заказал серебряную кнопку мне пришел приходит от о сложная система как как ты получаешь серебряную кнопку те приходят специальные оповещения на твой канал то есть это даже приходит не на email и оттуда ты должен заказать через канал переходишь на секретный сайт откуда ты заказываешь серебряную кнопку и мне пришло неделю назад специальный пароль который ты вводишь чтобы заказать серебряную кнопку у меня не выводился вот не вводился неделю я пожаловался в support и они ведь мы что-то сделали сегодня наконец-то смог заказать серебряную кнопку поэтому огромное спасибо ребят без вас я бы не бы не был сейчас стану и сейчас я есть и и без вас бы не было этой кнопки и это вот жду-не-дождусь поэтому это наше такое знаете привет от youtube а нам всем и я жду-не-дожду для меня это будет очень эмоциональный момент потому что много работал на ю тубе тоже очень много работы очень много на ю тубе для меня это будет я как хордер для меня каждая вещь имеет очень эмоциональную нагрузку для меня это серебряная кнопка будет иметь гигантскую эмоциональную нагрузку вот поэтому огромное спасибо всем вот честно всей души что подписываетесь что поддерживаете что любите меня потому что вы знаете я поддержу каждого из вас я люблю каждого из вас и оценю каждого из вас все ваши советы и пожелания просто слова поддержки в директ в инстаграм в комментариях на ю тубе просто имейлы цены на это нет а вы знаете сейчас я прохожу через аппендал тяжелые легкие вот такой вот у меня внутренняя буря и с вами живется легче и вот честно честно у меня не тот канал где я натягиваю улыбку говорю ребят добро пожаловать на мой канал когда мне плохо я говорю ребят неплохо и вы говорите чувак уйнись мы с тобой все будет хорошо поэтому огромное спасибо за это подписывайтесь на влоговый канал я стараюсь вкладывать очень часто там видео там более жизненные такие где без акка макияжа без аквантуража мой canon g7x и я и все всем спасибо что посмотрели всех люблю до завтра ребят все всем пока хороших всех выходных тени пятницы ребят хороших вам отличных выходных вас всех очень люблю всем пока пока